Добрый вечер! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Тема в деталях». В студии работает Олеся и Кусик. Сегодня предлагаем поговорить о готовности к осенне-зимнему периоду. И в гостях нашей программы Алексей Владимирович Бодич, заместитель генерального директора по капитальному ремонту жилфонда и строительства объектов благоустройства городского ЖКХ. Здравствуйте! Добрый вечер! Алексей Владимирович, расскажите, пожалуйста, когда начинается подготовка к отопительному сезону и насколько обширны эти мероприятия? Ну, подготовка к отопительному новому сезону начинается после окончания сезона отопительного. Проводится весенний осмотр жилищного фонда, проводятся гидравлические испытания, составляются графики производства работ и выполняются работы. А вот расскажите, пожалуйста, это фиксированная какая-то дата или с наступлением холодов? Как вообще регламентируется это? Ну, подготовка к ОЗП, это обычно проводится примерно до 1 сентября в этом году, согласно решению Гродненского облсполкома. Прошлые года, это было примерно 20 числа, все организации должны получить паспорта готовности и все объекты должны быть готовы к работе в осенне-зимний период. Расскажите, пожалуйста, кто является контролирующим таким органом, кто ведет непосредственно учет и готовность всех объектов хозяйствования к отопительному сезону? Ну, контролирующим органом у нас является Госэнергогазнадзор, там есть инспектора, которые выходят на объекты, смотрят объекты, чтобы были готовы к работе в осенне-зимний период, подписывают акты готовности данных объектов и потом в целом каждое предприятие получает паспорт готовности к ОЗП. Расскажите, пожалуйста, вот если говорить о паспорте готовности, если выявлены какие-то, ну, не до конца подготовлен дом, либо какое-то предприятие, выявлены неполадки, дается ли какой-то срок по их устранению и определен ли этот срок? Ну, перед началом подготовки к ОЗП все предприятия составляют графики осмотра своих объектов. Эти графики согласовываются Госэнергогазнадзором, и специалисты Госэнергогазнадзора работают согласно этих графиков. То есть сказать, что это все объекты будут сдаваться, например, к 1 сентября, это не так. В течение практически 4-5 месяцев везется полномерная работа по сдаче объектов. Ну, наверное, нас больше как жителей интересует готовность непосредственно жилого фонда к осенне-зимнему периоду. И вот если говорить о готовности, вот что предусматривает техническое обслуживание жилого дома и какими организациями оно выполняется? Обслуживание жилищного фонда – это жилищно-коммунальная услуга. Организации, которые выполняют эти работы, это у нас УЖЭПы Октябрьского и Ленинского районов, а также ЖСПК и ТС, которые не состоят на обслуживании в УЖЭПах. Работы, которые выполняются при техническом обслуживании, это более направлены работой на устранение каких-то аварийных ситуаций. То есть, если там потекла кровля, то разрешается текущим ремонтом заменить не более 5 квадратных метров рулонного материала кровли. Также все работы, которые можно выполнять, скажем так, в рамках технического обслуживания, прописаны в 12-м постановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства. А вот расскажите, пожалуйста, вот с вашего ответа прозвучал текущий ремонт. Значит, есть и капитальный. График составления текущих капитальных ремонтов кто определяет? Это тоже, опять же, наверное, есть какая-то комиссия. И вот как определяется, какой дом следует незамедлительного ремонта капитального, либо текущего? Ну, капитальный ремонт у нас проводится на основании пятилетней программы, которая разрабатывается на 5 лет. На основании этой программы туда включаются жилые дома и составляется текущий график на каждый год. Проводится обследование жилого дома, проектной организацией, выявляются работы, которые необходимо выполнять в данном доме. И изготавливается проектно-сметная документация, проходится экспертиза, выбирается, согласно процедуре закупок подрядная организация, выполняется ремонт. Ну и, собственно, ввод в эксплуатацию после капитального ремонта. Можно ли вот как-то озвучить какие-то цифры и привести какие-то, ну, непосредственно сколько было отремонтировано за этот летний период, при подготовке к осенне-зимнему периоду? Сколько домов прошли текущий ремонт, а сколько капитальный? Ну, так сказать, у нас план доведен в квадратных метрах по капитальному ремонту. Это на год у нас доведен план по городу Гродно 134 тысячи квадратных метров общей площади. За 9 месяцев у нас выполнение составило 85 тысяч квадратных метров. Скажите, пожалуйста, вот еще вернемся к паспортам готовности. Вот скажите, паспорт готовности, что предполагает, какие основные вот такие, будем так говорить, положения, что туда входит, как выглядит этот паспорт? Ну, паспорт готовности это получают предприятия, уже когда сдают все свои объекты, получают акты готовности и в конце получают, госэнергогазнадзор выписывает паспорт готовности. Смотрятся все конструктивные элементы, скажем так, жилых домов, сети водоснабжения, канализации, теплогазоснабжения. Хорошо, вот опять же, если говорить, например, о городе, то очень много домов, которые вот чаще капитальный текущий ремонт проводится в каких домах? Старые постройки, либо новостройках. Вот если дом сдается, новый объект, 5 лет там не производятся никакие работы, либо все-таки они тоже контролируются с вашей инстанцией? Да, новые дома обычно построены, это 5 лет гарантии, то есть там капитальный ремонт, конечно же, выполняться не будет. В основном это старый жилищный фонд, старая застройка центральная нашего города. И, в принципе, после капитального ремонта, выполнения капитального ремонта, жилого дома, гарантийный срок также устанавливается в течение 5 лет. Еще известно, что вот опять же, после отопительного сезона, опять же, летом, вот по графику идет отключение горячей воды. Это связано тоже с подготовкой непосредственно водопроводных сетей к отопительному сезону. И в этом году вот тоже график, он снижен. Если раньше мы месяц по графику не получали горячее водоснабжение в квартиры, то сейчас он, этот срок, снизен практически до 10 дней. С чем это связано? Это непосредственно с правильным текущим ремонтом, либо с чем? Ну, это более всего связано с правильным планированием. Необходимость этого возникает из-за того, что надо проводить гидравлические испытания сетей, также промывку сетей для того, чтобы работа тех же сетей в зимний период прошла без проблем. Хорошо. Ну, а вот на перспективу будет ли вот такое или рассматривается, чтобы, в принципе, не лишать населения горячей воды? Ну, пока данный вопрос не рассматривается, две недели так и остаются. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот есть ли такое, как понятие у вас, как предварительный запуск системы, именно отопительный, прежде чем население получит, ну, будем так говорить, тепло в своей квартире? Предзапуск есть или нет? Или он уже поэтапно происходит? Ну, предварительного запуска такового не существует. Это те же гидравлические испытания, когда отключают летом на две недели горячую воду. Гидравлические испытания показывают состояние наружных сетей, проводится их либо капитальный, либо текущий ремонт. И, в принципе, сети после гидравлических испытаний и устранения всех замечаний пригодны к отопительному сезону. Хорошо. И вот скажите, опять же, ну, отопление в жилой фонд, непосредственно в учреждения, в предприятия. Когда уже поступит для населения? Когда будет тепло? Потому что в этом году как-то осень пришла к нам очень рано. Есть ли решение горсполкома о подключении? Ну, социальные объекты города Гродно уже, согласно распоряжению Гродноского городского исполнительного комитета, уже подключены с 24 сентября. Это школы, детские сады и больницы. На данный момент уже весь жилищный фонд также подключен к системе теплоснабжения. И многие горожане уже могут почувствовать, что батареи их намного теплее стали. А что касается именно предприятий? Здесь тоже действуют решения горсполкома, облсполкомов, либо здесь уже руководители предприятий решают непосредственно на местах? Что касается предприятий, руководители организации сами решают подключать свои административные здания или нет к системе теплоснабжения. Ну, а хорошо, фиксированная какая-то дата в октябре хотя бы точно все должны быть сведены? Ну, все зависит от наружной температуры воздуха. Хорошо. Вот если возвращаться опять же к капитальному ремонту, есть такое вот понятие, как жильцы, которые очень такие бдительные. И могут ли обратиться к вам о том, что их дом требует капитального ремонта, верхние фасады, либо все-таки это по решению комиссии? Могут ли ходатайствовать сами жильцы о том, что дом нуждается в капитальном ремонте? Жильцы могут, конечно, походатайствовать и обратиться в жилищно-эксплуатационную организацию, которая занимается эксплуатацией жилищного фонда. Но в основном все акты составляются жилищно-эксплуатационной организацией. Скажите, пожалуйста, приоритетными направлениями при подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду много ли было реконструировано и проведено капитальных ремонтов тепловых водопроводов и также канализационных сетей. Если в метраже как это измеряется? Ну да, в городе Гродно проведена огромная работа в данном направлении. Если план у нас порядка 19 километров на 2019 год перекладки тепловых сетей, то на данный момент уже выполнено 12 километров переложенных тепловых сетей. По таким улицам, как Дзержинского, Фолюш Нижний, Лепеля, Василька и многие другие. Скажите, пожалуйста, вот такие аварийные ситуации, непредвиденные, когда есть порывы во время именно холодов, как устраняются и как часто они случаются? Ну да, без порывов и аварий, как говорится, ни один отопительный сезон еще не прошел. Данные аварии устраняются быстро и с каждым годом их становится меньше, так как ведется плановая работа в данном направлении. Огромное спасибо вам, Алексей Владимирович, за интересную беседу. Напомню, сегодня мы говорили о подготовке к осенне-зимнему периоду и, в принципе, готовности. Смотрите нас на канале Беларусь4, а также на сайте tvgrodno.by. Увидимся, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»